слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу богу всемогущему хвала приветствую всех братьев сестер улучшу там брат да если можно спасибо спасибо и со всеми вами видеться и ну мы познакомимся за эту неделю конечно нет проблем нет проблем да да и друзья я представлюсь начали это будет правильно тем более я с этой семинарии еще не знаком это первый мой день в семинаре я в разных бывал семинариях значит школы здесь институтах колледжах но очень рад с пастором кимом познакомиться очень рад тогда спасибо огромное за приглашение спасибо всем вам за внимание сегодня вот на том служении чтобы в зале я очень благословлен вот и очень тронут самое главное что действительно семинария божьем святом духе в этом присутствии господь господа господне присутствии слава богу и меня зовут сергей так да вот вам сейчас раздают я являюсь архиепископом на сегодняшний день являюсь архиепископом реформаторской православной церкви христа спасителя наша киевская архиепископия киевская наша архиепископия является уже международной получается потому что церкви над которым я являюсь епископом старшим пастором получается архиепископом находится как в украине так и в других странах в основном бывшего союза ну и румынии и наши священники трудятся в разных странах получается в разных очень регионах в очень разных условиях и в условиях свободных как в украине допустим и в условиях когда знаю тебе нет такой свободы проповеди но бог благоставляет нас в труде в этом евангельском то есть это наше братство будем так говорить евангельское такое православное братство чтобы было понятно вот ну и о себе скажу чтобы представиться вот я внизу уже говорил на служение что я женат шестеро детей уже больше 30 лет несу служение церковное православное служение из них первых десять лет это было служение традиционное православное служение то есть я был священником не реформаторской не обновленческой а самый традиционный что именно есть православной церкви русской православной церкви московского патриархата я служил с восемьдесят седьмого восемьдесят восьмого годов когда и подиаконствовал потом диаконствовал в девяносто первом году стал священником и все это время до девяносто шестого года служил в россии до девяносто шестого служил получается орловская область московская рязанская и брянская вот успел в этих четырех областях послужить на приходах разных очень и застал время получается последние года советского союза и уже развал союза и начало уже нового служения открывал храмы служил бог не дал супругу вот мою матушку у нас трое детей родились в россии трое родились в украине где мы с девяносто седьмого года вот в украину приехали вот и украина стала моей второй родиной уже где как реформатор ее состоялся слава богу вот и иные опыт получается служение и радиационного такого и реформаторского такого труда и с девяносто шестого года когда вот я вышел из традиционного православия я общаюсь с верующими очень разных конфессий разной динаминации это общение очень сильно обогатил меня и обогащает вот я только за действительно межсерковное межконфессиональное общение связи вот и поэтому экклезиология для меня это особое это не просто наука для меня это жизнь вообще это то чем я живу вот особенно последние 15 лет вот о чем я рассказывал как раз на служении сегодня до темой нашей будет всю эту неделю экклезиология экклезиология что еще сказать встреча с господом моя тоже для христианина думаю это даже самое важное в любом представлении общение наиважнейшая встреча моя с господом произошла в раннем возрасте может не в таком раннем как хотелось бы ну в 12 с половиной лет да и я пережил богатого в своей жизни я вырос в семье атеистов неверующих то есть никакой религиозной теории не знал хотя мой дедушка татарский мой дедушка он у нас обрезал всех мальчиков татарских и еврейских но это не было даже религиозно нас будет больше как часть культуры была и все то есть я никакой мусульманской теории и иудейской теории я не знал абсолютно о боге даже не что бог вообще существует в природе никакой теории был чистый лист вот но вот кто-то вырос в семье верующие допустим да вот но мы не выбираем где мы рождаемся да бог дает нам жизнь и знаете ли родители да и и мои мамы папа они были воинствующие одну атеисты дедушки и бабушки с отцовской стороны по еврейской линии они были ярыми атеистами вообще они были к сожалению очень ярыми атеистами ветераны чека нквд и прадедушка прабабушка были революционерами еще до революции вот громко хлопнув как бабушка сказала потом дверями синагоги отреклись от веры от религии и с головой пошли в революцию но это была вот такая история мы с моей семьи и я благодарю бога что в моей жизни чудо произошло встречи с богом в неполных 13 лет я заболел тяжело пневмонии двусторонняя и умер врачи не смогли спасти оба легких оттекли и наступила смерть вот как бы первая история моей жизни закончилась тогда если бы не господь то сегодня я бы не сказал бы здесь с вами и давно бы уже с ним могили бы вот но бог дал мне жизнь и вот вот сейчас мне вот скоро 50 лет исполняется мой юбилейный год любимый поэтому особенно десятый год и я очень богу благодарен наслаждаюсь этим годом вот и очень богу благодарен за его откровение в этом году моей жизни и обновление его вот но тогда в неполных 13 лет я пережил смерть я знаю что выходить из тела быть пред господом это не по наслышке не по теориям то есть я еще даже за секунду до смерти не знал что бог существует вот но был перед ним вот вначале это было очень мне казалось я очень опозорился глупой ситуации оказался потому что ну представьте даже не знать вообще что он существует и быть перед ним вот значит и он простил меня но то что я видел по крайней мере то что пережил вот я вернулся дал мне шанс еще жить я воскрес вот снова залез свое тело заползал заходил свое тело был исцелен сверхъестественно потому что умер от того чтобы легких оттекли вот а когда я зашел себя то легкие мы были свободно чисты я дышал свободно без хрипов без листов абсолютно вот это вот чудо который пережил я в своей жизни и с того времени вот я без него просто ну жизни не вижу и не знаю им и и и и для меня ее нет просто вот и с того времени вот я познаю его 83-84 годы как раз впервые в моей жизни божье слово пришло в мою жизнь первые мои строки из библии которые перевернули мою душу он тогда в книгах по атеистической литературе вот я засел за до 13 лет я читать не любил вообще не любил читать я художник сколько себя помню все время я рисовал писал что-то изображал вот и был молчаном по жизни мне проще было это изобразительно рисовать чем что рассказать и ходил школа студии зо потом школа художественная потом училище художественной после после школы образовательной вот и работал мастерской как художник-оформитель вот это моя как бы моя жизнь художника и но после встречи с ним все изменилось очень много вообще все поменялось я стал много читать читал атеистическую литературу потому что мне интересно было почему люди отрицают что бог есть вообще я видел его и был перед ним он очень хороший он очень добрый вот и он самый хороший что я вообще в жизни вообще узнал не знаю и вот так и вот там в книгах по атеизму я впервые встретил текст из библии это было из книги пророка и ремия у книга пророка и ремии пространная цитата большая такая она начинала с такими словами так говорит господь и дальше шла эта цитата вот и книга по атеизму там и до того и после того писала всякая ересь вот ула по сути на слово божье но вот это мне очень сильно запала в душу я переписал себе в тетрадочку и потом стал охотиться за этими местами из писания и вот 85 году у меня была в тетрадка полная вот этих мест писания в основном атеистическая литература иногда книги по изо истории искусств там тоже были места из писания вот 85 году моя жизнь еще больше извинилась была уже настоящая гиблия в моих руках вот и я богу благодарен за это за моих друзей товарищей художников вот один из них он как раз мне достал библию помог достать вот тогда за бешеные деньги вот но вот это слово оно полностью меня перестроило тогда я не знал никаких церквей насчет я знал только бога библию и все нам было хорошо с ним но потом я стал воцерковляться и вот 87 году в православном храме я стал читать петь там ну что я что сам по себе надо как-то церкви как-то хотя церковь православная для меня никак поначалу не могла никак ассоциироваться вот с тем богом с которыми я пережил встречу из библии которую я вот читал и перечитывал делился этим словом там с ребятами вот конечно ребята некоторые думали что с ума сошел некоторые наоборот очень сильно задумались вот и один из моих товарищей когдашних дима его зовут в липецке живет очень хороший художник творческий человек и знаете мы с ним встречались когда последний раз он рассказывал ну и предпоследний тоже рассказывал интересные истории и своей жизни как говорит мы с ним встретились после долгого перерыва ну после 30 лет так как мы не виделись встретились и он мне рассказывает серьезно знаешь говорить вот то что ты рассказываешь знаешь что это действительно имеет силу говори не останавливайся и он рассказал что то что ты говорил тогда еще мы бы были пацанами то что ты рассказывал прошли годы ровно 30 лет прошло и все это то что ты рассказывал она проросла ну он про свою жизнь рассказывал поэтому я вот вас тоже хочу обудрить напоминающие о господи не умолкать говорите вот дима для меня стал примером таким жизни знаете тем более что я в основном рассказывал о христе читал что-то из библии в основном на память потому что я библию с собой очень редко брал тогда потому что но для меня было очень сильно святая книга чтобы и не знаю где могу еще достать вот и прятал все время вот значит но на память читал мафея тогда евангелия вот и бог давал памяти прочитывал вот и ребята слушали вот и некоторые из них стали верующими даже сами священниками слава богу прошло время а дима покаялся через 30 лет все эти 30 лет я даже не думал о тебе ну так что там пару раз бывало что вот говорили мне слухи доходили что вот журавлев стал на что там священником где-то как бы и ладно хорошо и вот и он уже спивался он погибал хороший художник творческий человек погибал и слава богу что вот однажды после очередной пьянки вот уже хотел просто похмелиться и продолжить дальше вот не было ничего финансовых денег на что-то было либо подработать либо там что-то там взять у кого-то и и зашел в одну где художники обычно халтурит подрабатывать похоронная мастерская там что-то можно было подзаработать какую-то денежку значит и а там директор 50-ник верующий евангельский верующий и он слушает я тебе не дам денег ты уже умираешь просто от этого алкоголя вот и не дам тебе сейчас подзаработать но я тебе дам кое-что важное он дал мне там не рассказывать короче дал мою проповедь оказывать как оказалось потом вот следили с одного священника православного ты же православный да конечно вот послушай батюшку тебя разумит серега я тебя слушают и ты ответил на все мои вопросы и вот и короче показал сейчас он уже вот в церкви там писяк мусорской церкви не бюстрина краска писяк муф и делится словом божьим поэтому увы напоминающая господи не умолкайте одна из таких любимых притч экклезиологических как раз о сеятеле когда он берет все эти и сей туда сюда сеет знаете я как бы не сельский житель да но я знаю что он как бы начать ну вроде как бы вроде не свое не жалко бросает везде представьте на дорогу швырк берет туда сюда бросает ко мне чтобы и но хорошую почву все зачем вот везде как бы как буду слепой такое ощущение что он слепой просто бросает везде при дороге бросает туда-сюда разбрасывается вот а в как бы и действительно мудрость что мы должны быть как как слепые определенным образом то есть то есть не смотреть на по-твоему может там ничего не прорастет но ты бросай все равно бог знает где прорастет и потому что и поливающий насаждающий ничто вообще а все бог взращивающий да друзья и наука это экклезиология а слово экклезия экклезия это слово греческое вы греческий изучаете кстати было занятие было занятие отлично значит вы это слово экклезия разбирали да нет так и колео колео ну одно слово экклезия но в личество мы разбиваем на его на два получается экклезия ну экк это из как бы из чего-то состоящий там насчет а колео это слово такое в новом греческом оно кстати не употребляется только это старо греческий значит в колео это означает в современном греческом если употребляется где-то то это как призванные приглашенные а вообще в кое в этом наречии старом греческом наречии это означает откликнувшиеся на приглашение то есть не просто кого пригласили да вот разослали допустим там примеру свадьбу вас да и вы разослали приглашение всем друзьям вот но не все они колео а колео в старом греческом те кто не просто получил приглашение они откликнулись и они приехали с этим приглашением то есть они откликнувшиеся на приглашение поэтому вот в старом греческом мне больше нравится. Как бы имеется в виду не просто приглашенные, а имеется в виду откликнувшиеся на приглашение. Поэтому эккалео, можно так сказать, экклезия, это откликнувшиеся, как бы собрание, да, откликнувшиеся на приглашение людей. Это те люди, которые действительно получили приглашение и откликнулись. Братья и сестры, так оно уже есть ведь. Евангелие это приглашение, да? Так же есть, как у меня написано, что много званых, а мало избранных. Это как бы кто пришел, получается, да, избранный? Да, вот очень правильно местописание как раз, чуть брат даже забежал вперед, но очень правильное местописание как раз, потому что на самом деле, по сути, Бог весь этот мир приглашает. Слушайте, Бог во Христе примирил с собою весь мир. Весь мир, не вменяя людям преступлений, все. Люди добрые, я вас простил всех. Просто большинство людей об этом не знают еще. Он всех приглашает, абсолютно всех. В подворотнях, везде, всех-всех-всех-всех приглашает. Это пир, пир на весь мир. И поэтому те, кто откликнулись, те, кто пришли, отозвались. Они действительно есть, вот те избранные. Так что, друзья, братья и сестры, избранные и святые, праведные, дети Божьи. Евангелие в том числе заключается, в отличие от любой другой религиозной системы вообще. От любой религиозной системы. Я стал, впоследствии стал изучать, мне даже мама стала как бы так вот упором таким. Помню, как раз в 87-й год я в храм стал ходить, читать, петь. Мне так понравилось вот храмовое вот это служение, запах ладана, свеча, как бы религиозная система такая. Думаю, хотя она мне поначалу не ассоциировалась с Богом, с Христом, но постепенно, ну так вот, принюхался, прислушался. Мне как-то это понравилось многое, особенно пение вот это, в пении понравилось. И тем более священник увидел меня, молодого человека, который постоянно заходит в храм и от начала до конца службу расставит. Он мне на клирус поставил, вот, сирожи, говорит, он сам в Западной Беларуси был, сирожи. Вот, послушай, вот, подпевай, помогай. Вот, то есть меня он сразу так ввел, как бы, в служение, можно так выразиться, да, да, так получилось. Хотя официально, ну, на зарплату я с начала 88-го года, но, де-факто, еще с 87-го, там, читал, пел у них там в храме. Вот, а потом он мне предложил, просто в начале 88-го, Сережа говорит, вот, ты не ходи полностью в храм на работу, мне, как раз, он один старенький священник, вот, будешь помогать. Вот, вот, архиерея, сейчас, у нас не было епископа, так получилось, тот умер, а нового, тогда в Союзе было мало епископов. Вот, не назначили нового, вот, был временно управляющий, был рязанский епископ. Вот, ну, будешь, селишь и под якомом станешь, значит, и мне чтецом, послежешь тебя в чтеца, будешь читать, петь, все. Вот, и, знаете, как вот бывает, путевку в жизнь дают люди разные нам, как в плохом, так и в хорошем, разные люди. И мы сталкиваемся с разными людьми, и бывают нехорошие встречи, очень плохое, дурное направляет нас. Но есть хорошие встречи. И вот тот священник, он, я к нему прилепился тогда, старенький священник, он всю жизнь так вот, знаете, такой, ну, добросовестным православным священником, скажу так. Вот, он мне очень понравился сразу, я вначале ходил в городской храм там, а то сельский храм, в городской храм, но там священники были там, да, но не с кем было поговорить, с ними нельзя было поговорить. А второе, что, когда удавалось поговорить, было видно, что люди, ну, скажу так, ну, неверующие совершенно, то есть люди далекие. Тем более, что я из семьи потомственных чекистов, вот, там, значит, там, и, как бы, там, и отец мне потом говорит, что они же все там на зарплате, там, как бы, вот. И, значит, и вообще, как бы, ну, понимаете, ну, ну, ладно, это их вопрос совести, но бывают, и чекисты верующие, значит, кто бы, но они были именно чекистами неверующими, вот, именно такими были. И, а тот священник, знаете ли, вот, который в селе был, как нему, ну, при нем говорили, а это еродины, он такой вот, он молится себе и молится, вот. А мне понравилось, в селе у него, в храме, там народу почти никого-то и не было, особенно по вечерам вообще никого не было. А он один стоит, он молится на коленях порой, там, плачет часто, вот. Мне очень нравилось, старенький священник, он просто молится, он, действительно, даже повторял слова молитвы, те же самые слова повторял, что и те священники городские, но в его словах, ну, было, все время чувствует это вот, он переживал это, не просто там повторял. Вот так вот, слава Богу, так что вот такая вам экклезия. Да, и, друзья, запомните вот это как раз, ну, я думаю, это уже. Вы уже запомнили, да, экк и калео. То есть, из, отликнувшись на приглашение. Да, и еще хочу ваше внимание обратить, я не знаю, говорили ли вам на греческом или не говорили, мне повезло быть на уроках очень хорошего учителя греческого языка, просто, ну, от Бога вот учителя, понимаете ли? Уже покойный уже, кстати, ушел, уже вечность, был такой Архимадрид Януарий, в Ленинграде, потом Петербурге. Вот, мне повезло лично его знать, мне повезло быть у него, значит, и на занятиях, и на общениях. И очень грамотный человек был, и не просто грамотный, а вот именно он жил этим греческим. И именно старым этим, клое, наречием этим. И, знаете, в Союзе, в Союзе у нас не было других даже, ну, как бы, по уровню даже, таких преподавателей. И, так вот, он разъяснял различия между старым греческим языком, да, и современным греческим языком. Потому что то, что в основном у нас в учебнике, это новый греческий язык. Там совершенно порой другие значения. Я ахнул. Слушайте, допустим, вот Иисус, уходя, да, тоже одна из таких его известных, да, фраз, уходя, он говорит, значит, кто уверует, да, идите проповедуйте всей твари, да, всему творению. Кто уверует и крестится, спасен будет, да, кто не уверует, осужден будет. И вот там слово «баптизо», да, известное в протестантском мире, вообще известное слово «баптизо». Вот, значит, и, как слово переводится вообще, вот, из греческого? Погружение. Да, погружение, но погружение в смысле окунания, именно, да. Вот, значит, и, но в старом греческом, и, притом, Архимандрит Иоануарий, он именно приводил пример убедительный из, вот, именно, даже дохристианских еще авторов еще, вот, ну, классиков эллинизма, культуры эллинизма. Пример приводил убедительнейший, то есть, ну, как бы, уже нет никаких сомнений, что «баптизо» в те времена означало, ну, другое совершенно вообще. Вот, значит, не как в современном греческом, и не просто в те времена Нового Завета, даже еще столетия, три-четыре столетия после того, после написания Нового Завета, тоже есть источники интересные, подтверждающие, что это слово употреблялось в другом значении. Погружение, в смысле, погрузиться и остаться там, и не всплывать. Оказывается, да, и, знаете, оказывается, «баптизо» означало в те времена погрузиться и не выгружаться, и там оставаться, пребывать там. И самые простые примеры, я афнул тогда, я помню, удивился. Значит, любите огурчики соленые? Да, я люблю очень огурчики соленые. Вот, значит, и, а малосол, любите малосол? Да, да. Так вот, значит, «баптизо» использовалось в античной эллинской литературе в основном, ну, там есть разные там моменты, для описания соления огурцов. Процесс соления огурцов. Соленые, просоленые огурцы, слово «баптизо» использовалось, а малосол «баптизо» не использовалось. То есть, малосол, когда огурцы погружались, да, но они еще только на шкурке соль имеют, а внутри еще элементы свежести сохраняют. Такие огурцы баптистскими не называли греки. А баптизский огурец в те времена означало, который имеет соль в себе. Да, как Новый Завет говорит, имейте соль в себе, не просто на шкурке, а внутри себя. И вот «баптизо» это означает, и вот там как раз Ионуарий очень хорошо объяснял принцип «погрузиться в Бога, в Господа и пропитаться им, а он пропитывается нами, как тоже «баптизо» оказывается, это пропитка взаимная. Знаете ли, удивительно, бездна-бездна призывает, бездна внутри нас и бездна милосердия Бога. И как вот рассол в себя берет и огуречный дух тоже. Вот интересно очень даже, значит, и познал Господь своих. Это есть вот печать Божья в нашей жизни, в жизни верующего человека. Друзья, удивительная история. Поэтому «баптизо» это погрузиться в него и пропитаться им. Конечно, там имеется в виду, конечно, и водное крещение, но это постольку поскольку. Это далеко не самое главное, как бы, значение этого слова. То есть, слова Иисуса, которые он уходил, сказал, на современном языке можно выразить так. «Кто уверует в меня и погрузится в меня, или в другом месте, погрузится в сущность Отца, Сына и Святаго Духа, погрузится, пропитаясь мною, просолясь мною, будет спасен». Вот, и это совсем другое значение, слушайте, друзья, совсем другое звучание. Хотя некоторые и в христианстве, и по сей час спорят, там, как правильно крещение проводить так, или сяк, или эдак. Какие слова говорить при том во имя Отца и Сына и Святого Духа, или во имя Иисуса Христа. Да, чтобы лоб ушел в колбу, в принципе, это как бы, это, это постольку поскольку, это, как бы, касательно больше наших традиций, каких-то культурных, религиозных, там, вот, как бы, значит, особенностей. И, я сам не часто крещу последние годы, но участвую иногда в крещениях, приглашаю, допустим, и в нашей церкви тоже, и в гостях бываю, и, значит, в гостях в разных конфессиях бываю тоже, как участник или как проповедник. Так вот, и я перед тем постарей, там, пресс-фитеров, там, кому, епископов спрашиваю, как у вас принято, чтобы уточнить, чтобы не было, там, недоразумения, как у вас принято погружать, как у вас принято, узнаю все, хорошо, нет проблем, я буду вот держаться вашего устава. Но самое главное, не внешняя форма, вот это вот крещение, как обряды, как традиции, самое главное в крещении осознания, как вот в причастии, да, не качество вина и хлеба, можно спорить о том, как правильно, пресный хлеб или квасный, вино с градусом или без градуса соком, допустим, да, опять-таки, не качество вина или хлеба, причастие Евхаристии, а наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа, а в крещении, это, опять-таки, и спрашивание у Бога доброй совести, или обещание служения ему доброй совести в сандальном, но как ни крути, это все равно, это, опять-таки, вот это вот, как раз решение и погружение в него, потому что это и спрашивание, и это обещание, оно открывает, особенно, вот, ну, душу человека, да, значит, его суть для вот этого погружения Бога в него и его погружения в Бога. Кстати, это слово, да, вот, баптизу, еще использовалось в эдинской литературе, особенно уже нашей эры, первых веков, использовалось для описания прокраски тканей, вот это часто вспоминают, да, но, опять-таки, та ткань, которая не прошла весь процесс прокраски, или халтура какая-то, брак, то, значит, тогда, вот, там тоже были у них, чтобы защитить их греческого потребителя, были свои вот эти, ну, такие товарищи специальные обозначенные, которые приходили, могли прийти на склады, на рынки и проверяли эти материи, вот, качество, и если после стирок всех отдавали женщинам специально на стирки, валили, что только не делали с этими тканями, если краска не выделялась, если после всех этих стирок и варок цвет оставался такой же, то они говорили баптизу, но если даже прокрашена ткань, если с нее текла краска, если она меняла цвет свой, блекла, то они баптизу не говорили, нет, это халтура, все. Поэтому, вот, интересно, опять-таки, а чем мы прокрашиваемся, друзья, тогда пурпур, да, царский цвет, а сейчас чем? Кровью Иисуса Христа. Мы прокрашиваемся кровью, рассуждения нашим о крови, погружаемся в кровь Иисуса Христа, нашим рассуждениям. И давайте прокрасимся так, друзья, чтобы никакие стирки этого мира, парки-варки этого мира, они не повредили нас. Аминь. Чтобы с нас не потекло это, чтобы мы оставались действительно вот этими прокрашенными тканями. Так что, друзья, баптизу, вот, и много других терминов, это, кстати, вот, я не преподаю греческий, я сам изучаю, но, опять-таки, я сдавал его так, термины сдал и все. Но, потом думаю, нет, надо изучать, потому что, действительно, интересные вещи открываются даже вот в этих простых рассуждениях. Новый Завет. Но, даже если человек не знает таких тонкостей, Бог открывается простым людям. Мама, вот, Виталия, Роза Казимировна, простая женщина, вот я познакомился с ней, я вначале с ней познакомился, с Виталием. И, знаете, простая женщина, но Бог открывается так сильно, вот, простому сердцу. И, это восхитительно, это удивительно. Спасибо, Господа, за все. Да, друзья, и, что еще отметим? Экклезия. Экклезиология – это учение о церкви, состоящей из откликнувшихся на приглашение. Так вот, сделаем такую шифровочку. Действительно, что же такое собрание верующих, откликнувшихся на приглашение? Есть интересное определение, но уже завтра, уже я буду давать, потому что сказали, что еще не все приехали, еще будут завтра другие учащиеся. Вот, в Древней Греции, еще до Иисуса Христа, до нашей эры мы говорим, экклезия, слово употреблялось. И употреблялось, ну, кто-то удивится, наверное, в другом значении. Не как сейчас это принято. Ну, это называли не церковью. Экклезии называли собрание наподобие, как вот, вечи. Допустим, вот, ну, по истории, я вот из того, что знаю, новгородская веча, допустим, в Пскове тоже была веча, но меньше. Ну, вот, господин Великий Новгород. На Руси был город лишь один, который имел право такую приставку иметь, господин Великий Новгород. Вот, туда Рюрик приплыл, потом он в Киев пришел сюда. Вот, значит, вообще-то в начале туда он приплыл. Вот, значит, и Новгород был таким особенным городом, всегда Великий Новгород. И я очень люблю этот город. Бываю там, значит, очень люблю этот город. И там были вот эти собрания, вечи. Они состояли из гаражан, свободных гаражан, не рабов, свободных гаражан. И эти гаражане имели право голоса. Они избирали князя или снимали князя. Собирали такой Майдан и голосовали. Кто за того, допустим, народ орал. Кто за того там орали. Есть разное мнение, как подсчитывали голоса. Одним словом, как-то узнавали, что за того больше проголосовало. Есть мнение, что реально голосили. Вот как бы громче за кого прокричали, тот и есть князь. Ну, как бы есть такое мнение. Одним словом, были выборы такие. Это вечи объявляло войну или заключало мир с кем-то, с городами другими, допустим. То есть это вечи имело политическую такую направленность. А в Греции еще и подавнее. И вообще там экклезии называли непосредственно политическое собрание. То есть это не имеет дело даже к религии отношения никакого это слово. До нашей эры это слово было чисто политическим термином. Обозначающее народное собрание свободных граждан, имеющих право голоса, которые собираются по каким-то таким очень важным, допустим, темам, очень важным поводам. Вот. Не, было руководство в любом полисе греческом, было свое руководство. Конечно же, да, их избирали, они там заседали, конечно же, отцы города, безусловно. Но если какой-то серьезный вопрос, допустим, да, там, либо надо налоги повысить, допустим, либо, значит, там, что-то еще там, ну, что-то такое серьезное, касающееся, ну, всех. Не просто там плитку поменять. То, значит, собиралась вот эта вот экклезия. Объявляли экклезию. Но самое интересное еще, что тоже в древнем эллинизме полисы, когда объявляли экклезию, приглашали всех свободных граждан. Но, опять-таки, если ты, допустим, проигнорировал, ты свободный гражданин, да, но ты не пришел на эту экклезию, ну, твоя вина. Все равно закон примут, но примут те, кто откликнулся. Вот они принимают решение. То есть, опять-таки, откликнувшися на приглашение и принимающие участие, активное участие политическое в жизни своего города, ну, своей страны. Вот такое определение. И очень интересно, что, получается, экклезией называли действительно такое собрание. В Новом Завете мы читаем об экклезии. У Матфея 16-18, вот отметим, слова Иисуса Христа, но перед тем, конечно, в 16-м стихе это самое такое экклезиологическое исповедание наше, христианское. Слова апостола Петра, но Иисус сказал, что это не тыга даже, это не просто сам дошел до этого от тебя, текст небесно открыл. В 16-16 Матфея, и это мы исповедуем по сей час, что Иисус это и есть тот самый Христос, Сын Бога Живаго. Мы это исповедуем. Иисус сказал, что сам Отец Небесный открыл это Петру. И в 18-м стихе он сказал, Иисус, я создам церковь мою и врата ада, ну в оригинальном тексте не устоят перед ней, буквально там, буквально перевод не устоят перед ней, сломаются перед ней. Или как там еще говорил, опять-таки, покойный Ивануарий, имеется в виду, как вот таран, он говорил, сравнивал, вот этот вот термин, выражение употребляемое там, записанное евангелистом Матфеем, имеется в виду, как вот некий таран. Например, города брали, да, допустим, да, и просто так кулаками там не разобьешь топорами. Там нужен таран такой. И вот он ломает эти врата. И вот по сути, как бы, имеется в виду, что церковь создается Богом, как оружие наступления, получается, не обороны. Потому что в синодальном переводе там смягчено многое отчет. Там много что, вот оно, ну по разным причинам. Таким религиозно-политическим, больше честно говоря. Большинство моментов, не потому что переводчики в 19-м веке были слабы, нет. Кстати, тот же самый Януарий, он говорил, что, значит, он не верит в то, что это была неграмотность переводчиков. Он не верит в то, что переводчики были неграмотны. Тем более, что там коллектив был такой. Ну, а некоторых переводчиков 19-го столетия, участвовавших в этом переводе синодальном, хорошо известно. А некоторых почти ничего не известно. Так вот, а тех, что хорошо известно, известно, что это были люди очень грамотные библейские. И они не могли не знать, что действительно это слово так употребляется, допустим, а не иначе. Но по разным соображениям еще, религиозно-политическим. Потому что этот перевод издавался, значит, в традиционном православии, которое было частью государственного огромного аппарата. И, хочешь не хочешь, в своде законов Российской империи было обозначено, не что равно, а в своде законов Российской империи было обозначено, и во всех церковных документах потом это было прописано, глава церкви, и дальше шок курсив такой, его императорское величество. Хочешь не хочешь, глава церкви, начиная с Петра Алексеевича, Петра Великого, такая ерунда была, к сожалению, синодальный период, так называемый, это один из самых позорных таких периодов истории церкви. Наша история точно уж. И было обозначено, что глава церкви, его императорское величество, поэтому, к сожалению, церковь была полностью подкаблучной, полностью была под, будем так говорить, диктатом власти. Хотя большинству священников это нравилось, это устраивало, потому что мамона закрывала глаза, и даже сейчас многие священники даже бредят мечтой возрождения того, к сожалению, времени. Ну ладно, это уже другая тема. Но скажу, что исповедание Петра 16.16, это, скажу так, это и самый главный таран наш, это и самое главное наше фундаментальное исповедание Петра, которое мы, мы же христиане и тогда были разные, и сейчас разные, да? А сейчас вообще, подавно, сейчас сотни, тысячи порой разных есть наименований, за больше, чем 20 лет общения с разными конфессиями, я думал, что меня трудно удивить уже какой-то новой конфессии, но даже я порой удивляюсь, пересекаясь с какими-то христианами. Вот, порой и христианами трудно назвать даже, но однако же верят, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живаго, думаю, ну да, интересно. Вот как бы, то есть, вот это общее наше исповедание, общая наша вера, потому что Христов, христианин вообще, он именно потому, или как мессианские, допустим, если брать иудеи, да? Если брать мусульман, то мусульмане, допустим, мусульмане, или мессихитские, это вера в то, что Иса и есть тот самый Масих, Спаситель мира, Христос, Сын Божий. Я общаюсь с такими мусульманами, мессихитами, или их называют еще Исахиты на Кавказе Северном, Исахиты. Это ты попадаешь в вроде как обычную мечеть, но там читается Инжил, то есть Новый Завет, и там вера в то, что Иса, Масих, ну это вера всех мусульман, но также у них вера, что Он есть Сын Бога Живого. Это та вера, которой нет у обычных мусульман. Даже наоборот, в Коране есть, ну один из спорных стихов таких, разные переводы есть, смыслов, но один из аятов так звучит, отцом для смертного не называй его. Когда мама меня спросила однажды, что почему я не пошел в мечеть там работать, или не в синагогу, а почему в храм, я сказал имама, ну у нас даже и не было ни храма, ни синагоги, ни другого, значит, другого как бы, ну ни мечети, ни синагоги, был только храм православный, вот, значит, путь заказан был. Но хотя я как бы стал изучать тоже, думаю, надо же как-то так, ну, приобщиться к корням, как-то узнать веру отцов, вот, и стал изучать тоже ислам, Коран, Тавсиры, полкования разные, вот, стал читать хадисы пророка, достоверные, недостоверные, разные, тоже Тавсирование, полкование. Интересная очень религия такая, во многом даже, ну, превосходящая христианство, по многим параметрам, кстати, вот, как по-моему, иудаизм тоже по глубине, он порой, ну, с христианством даже не равняется. Но, однако же, в христианстве, несмотря на много минусов, есть огромный плюс, который перечеркивает все эти минусы. «Для меня это сам Иисус Христос». Иешуа Машиа, и сам Иисус. Сам Христос Спаситель. Знаете, удивительно, если бы, вот, смотри, просто на христиан, значит, да, значит, и просто на христианство, если бы я изначально изучал бы вот разные религии, сравнивал бы, допустим, да, то я вряд ли христианство избрал бы, честно говоря, вот, ну, как, вот, по мне. Но, но, христианство для меня – это Христос. Христианство для меня – это сам Христос. Это не православие, даже не протестантизм, не католицизм, ничто. Это для меня – это сам Христос. Для меня – это христианство. Поэтому, как бы, для меня, не оно перефразировать, можно так сказать, что я говорю христианство, подразумеваю Христос. Я говорю Христос, подразумеваю христианство. Вот, для меня, вот, именно так, только так. Потому что я рассуждаю, что действительно в христианстве столько разных учений, столько разных доктрин. Я бываю порой в собраниях, которые не верят в божественность вообще Иисуса Христа. Или божественность Духа Святого подвергают сомнения очень серьезные. Но, я говорю, братья, ну вы верите, что Иисус есть Христос, и Он есть Сын Бога Живого, веруем. Ну у них свое представление, хорошо, я буду о Нем говорить, я буду о Нем рассуждать. Разные доктрины в христианстве, спектр огромных доктрин, от таких кафолических, будем так говорить, до самых еретических, очень-очень разные. Порой христиане очень трудно даже, ну порой многих назвать христианами, это ях не христиан, но зато есть нечто объединяющее. Вот это вот, для меня это объединяющее христиан одно исповедание, вот Петрова то самое, открыто Духом Святым, Богом Святым самим, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Завтра мы еще кое-что прочтем вместе, кстати, рекомендую, наверное читали вы уже, слушайте, Джош Макдауэлл, читали вы? Да, да. Хороший очень автор, мне вот так нравится вообще, вот популярное, такое изложение, такое простое, и при том материал такой, очень хороший такой, емкий, четкий. Апологент, настоящий апологент, Богом призванный. И вот неоспоримое свидетельство его книгу, я часто рекомендую тоже и у нас в церкви, и где в гостях бываю, очень хорошая взвешенность, все так вот, четко. Значит, и доказательство, что Иисус есть тот самый Христос, для многих евреев это очень сложный вопрос, очень сложный. У меня друзья раввины, такие не мессианские есть, а такие традиционно ортодоксальные, с одним из них даже начинал свое служение когда-то в православии. Он православный еврей, ну обычный русский еврей, как мне так говорится. И, а потом из-за вот, столкнувшись с таким грубым антисемитизмом, варварским таким, прямо в церкви, прямо в метрополии, кстати, там в Новгороде, короче, перестал ходить в храм. Хотя и подьяконствовал уже, все тоже, и чтецом был, и певчим, и все, но перестал ходить. А потом, это были 80-е годы еще тоже, но потом их семья, они уехали в Израиль, вот, и он стал там приобщаться к традиции еврейской, стал ходить в синагогу, закончил вешиву, стал рабином, значит, год там в практику проходил в Израиле, а потом поехал на миссию в Россию. И, да, тоже великий Новгород, опять-таки, опять туда, на северо-запад России, вот, хороший рабин, грамотный человек, и приятно бы общаться. Но, к сожалению, вот это понимание Ишуа, да, Иисуса, как Христа, на прочь отсутствует. Ну, даже в православии, скажу так, даже в христианстве, если брать, не все так просто, конечно же, да, подавляющее большинство. Вот, даже православных, если брать, людей, да, далеко еще не христиане еще, далеко еще не христиане, если положа руку на сердце. Вот, и подавляющее большинство, ну, в любых конфессиях, в принципе, такая, больше или меньше проблема. Но у нас проблема еще в чем, что, действительно, даже у большинства священников, к сожалению, нет вот этого, то, что Библия называет рождением свыше, духовным перерождением. Вот, то, что Библия называет, действительно, ну, самым важным переживанием, по сути. Потому что Иисус говорил в третьей главе Иоанна, что без этого даже человек не увидит Царство Божьего. Хотя всю жизнь может, как говорится, проработать, вроде как бы, на огороде Царство Божьего. Вот, но так и не увидит Царство Божьего. Вот, если он не пережил этого духовного возрождения. А это бывает через, действительно, вот, встречу с Господом. И, друзья, Бог да благословит нас всех. По Матфея 16, вот, 16 глава, что отметим? Ну, во-первых, запомните, вот, что вот это исповедание Петра, наиважнейшее. И потом слова Иисуса в 18 стихе, слово Экклезия. Конечно, Иисус, Он говорил на еврейском языке, конечно, Он другое слово употреблял. Там есть даже мнения разные, какое же Он слово мог употребить. Потому что тоже даже в еврейском есть разные, как можно по-разному выразиться. Вот, что же имелось в виду. Но, раз выражен словом Экклезия, то, значит, ну, есть такое еврейское слово Хабар, да? Вот, значит, да, Хабарим, значит, друзья, друг Хабар. Значит, Хабарух, Хабарах, есть такое, как бы, собрание друзей. Собрание, ну, там немного другое значение. Это не совсем то, что в греческом Экклезии, правда. Есть разные другие слова. То есть, возможно, Иисус употреблял какое-то другое еще слово. Вот, не связано с Хабарим. Но, раз написано так, значит, так. Надо и понимать. Действительно. Вот, и Он основывает свое собрание, получается. Свою синагогу, получается, да, основывает. И собрание друзей. И Он сказал, что врата ада не устоят перед ней. Перед этим собранием. Не устоят перед ней. Ну, синагогальный перевод тоже хорош по-своему. Там написано, значит, не одолеет ее. Не одолеет ее. Церковь Божия. Тоже это, это же хороший перевод. Вот, там же неплохой имеется. Но оригинальный текст мне больше нравится тем, что там имеется, опять-таки, говорил уже, да, наступательное оружие. То есть, почему наступательное? Потому что церковь жива Евангелия. Если церковь, она не несет Евангелие, да, окружающему миру, она погибает. Она отмирает. Она отламливается. Она засыхает. Примеров больше, чем достаточно. Это как и жизнь отдельного человека. Каждого верующего. Сила наша в благовествовании. Как отдельного члена церкви, как отдельного верующего, так и поместных церквей. Конфессии, динаминации. Как бы мы ни назывались, есть разные наименования, куча разных наименований в христианстве. В юрисдикции, там, значит, там, всякие, каноничные, неканоничные церкви. Не то важно. Важно, действительно, церковь жива Евангелия. И потому что Евангелие есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Я так рассуждаю, что всякому верующему, не только тем, кто уверует от проповеди слова Божьего в нашей, да, проповеди, но и нам самим. Для нас самих. Сила Божья и к тому, кто говорит, и к тому, кто получает это слово, принимает это слово. Даже не поймёт, кто в блажении. Потому что блажение давать, всё-таки, нежели принимать. И, я думаю, каждый верующий это испытывал, ну, в большей или меньшей степени. В большей или меньшей степени испытывал это. Вот, когда какое-то время уже не благовествуешь никому, да, вот, ну, не знаю, кто замечал, не замечал, но я замечаю, что он начинает, засыхать как-то. Даже если ты, да, в общении с Богом, даже если, но Бог так нас создал. Радостно. Да, и мы же не поодиночке. Знаете, если где-то на острове, там нет проблем, конечно, да. Живи, как после, ешь бананы, чурдочанга, значит, да, значит, и вот только ты и Бог, всё, значит, там, или в келье где-то закрылся, допустим, ну, вот, всё. А здесь-то ты в социуме, ты среди людей, ты в обществе, и здесь мы все чему-то учимся, чем-то делимся друг с другом. Даже хочешь, не хочешь, мы делимся с чем-то друг с другом. Даже утром едешь, допустим, значит, да, напротив тебя с кислым лицом человек, он поделился своим кислым лицом с тобой, а ты поделился улыбке своей, и она к тебе не раз ещё вернётся. Вот, как в той еврейской песенке поётся, да. Вот, значит, и действительно, вот, так оно и есть. Но когда мы делимся евангельским словом, о Христе говорим, интересно, один философ, не помню, как его звали, ещё 19-го столетия философ, говорил так, Рани, по-моему, он говорил, что, значит, Иисус это говорит тот, о ком даже одна мысль делает мир чище. Он, кажется, так выразился, очень красиво, мне понравилось. Даже одна мысль о нём делает мир чище. Ну, мой внутренний мир точно чище. Вот, и как-то, а когда мы делимся им, когда мы говорим об Иисусе? Даже если человек не принимает, даже если он отворачивается, знаете, всё равно это слово, оно живо и действенно о Христе. Оно живёт, оно действует. Вот я даже вначале сказал, например, для меня это было, конечно, самого такое откровение. Я сам до сих пор переживаю, вспоминаю эти слова Дима, моего товарища. Я удивляюсь. Мы 100 лет не виделись, почти 30 лет не виделись. И он сказал, что 30 лет спустя проросло в его жизни это слово. Стало всё вспоминаться, всё, что-то рассказывал, всё стало вспоминаться. Удивительно. Думаю, так не надо останавливаться, надо сеять слово, говорить. А там уже, где прорастёт, Бог уже знает, уже где. Божественная экклезия, оно такое. Знаете ли, это не просто человеческая организация, это действительно божеская, божья организация, божья структура, которая царство божье на этой земле устанавливает, провозглашает. Так, слава Богу, уже два тысячелетия, друзья, уже два тысячелетия, измаливаю. Так вот, и Иисус сказал, что ты, Пётр, на семь камней создам церковь мою. Тоже опять-таки такая вроде игра слов, да? Петра и Петрос, да, значит, оно созвучно. Маленькая буковка, закорючка, а разница принципиальная. По-русски, если сейчас слова Иисуса не синандально выразятся, а правильно, то можно сказать так, что ты камешек, Пётр, камешек. То есть там, да. Маленький, маленький камешек. Потому что имеется в виду там в оригинале камешек, или же даже камень, но который может поднять человек, который тебе по силам. Ты камешек, говорит. Но на сей скале, на этом глыбе камня, я постам создам церковь мою. То есть изначально даже имеется в виду, что не на личности Петра вынуждены расстроить католиков, братьев наших. Потому что многие католики до сих пор, ну, как бы доктринально, они обязаны даже в это верить, что на личности Петра, самого, что Пётр, он верховный апостол, значит, и потому, значит, и потому, и потому, и потому Папа Римский. Он первый Папа Римский, якобы, хотя нет никаких исторических указаний, но как бы, ну, ладно, если верят, так верят. Хорошо, верьте себе, товарищи, но я скажу так, что упаси Господь нас, понимать всех, католиков, православных, протестантов, всех-всех-всех, понимать, что Господь строит на человеке церковь свою. Упаси нас Господь от этого неправильного понимания, потому что это все рушит просто-напросто. И еще место Писания запишите, здесь же место Писания, еще одно запишите, 1 Коринфянам 3,16. 1 Коринфянам 3,16. Вот как раз для тех, чтобы никто не сомневался, что ни на Петре, ни на каком-то еще из апостолов не строится церковь Божья, а на самом Господе Иисусе Христе. И что мы храм Божий, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. А выше, в 11 стихе, что этот храм Божий строится на фундаменте. Этот храм Божий, он строится на огромном фундаменте, драгоценном фундаменте, это сам Иисус Христос. Храм Божий, получается, созидается храм Божий, и все, и Петр тот же самый, и все остальные апостолы, и мы с вами. Это один храм, это одно сооружение, одна постройка. Ну, конечно, кто-то, допустим, где-то там, не знаю, допустим, внизу вкладки, да, кто-то там, фундаменте, да, 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 кто-то наверху, там, значит, там, кто-то облицовочный, может, там, какие-то камешки декоративные, да, тоже нужны. Вот, одно здание, один храм, но фундамент у этого храма, на чем он стоит, этот храм, это Иисус Христос. Фундамент этот один. Камень, который отвергли строители в свое время, к сожалению, эта трагедия описывается в Новом Завете, что Иисус пришел к своим, и свои не приняли. Но те, которые приняли, дал власть им быть чадами Божьими, которые родились от Бога, новым рождением духовным. И, действительно, никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Действительно, одно, один это фундамент, драгоценный камень, драгоценнейший камень. Вот, поэтому не на Петре, при всем уважении, там, брат.